всем здравствуйте уже вторая половина мая сегодня 17 число и мне хочется продемонстрировать и показать как чувствует себя альпийская горка которую мы решили в прошлом сезоне на своем участке создать и хочется показать как она сейчас замечательно выглядит несмотря на то что еще пока ничего особо я на нее не высаживал то есть все что вы увидите сегодня это то что было посажено в прошлом сезоне это многолетние декоративные растения и даже есть у меня здесь небольшой декоративные деревцы то есть то что было высажено сюда отделенками частями корневищ или просто выращенные семян мною лично и хочется кстати отметить и сказать о том что несмотря на то что сейчас вот именно середина мая но у нас стоит просто аномальная летняя жара наверное характерная для середины лета очень жарко замечательные высокие ночные температуры что позволило уже вот сейчас хотя уже весна подходит концу и напоминает об этом только пустые места на наши горки поскольку опять же как я сказала ничего мною не было еще высажены однолетники все еще пока стоят в теплице и с оглядкой на прошлый сезон когда было очень очень холодно мы все-таки немножко тормозимся если можно так выразиться и вы мне позволите руки конечно чешутся хочется уже красоты поскольку надежда на то что прошлый сезон не повторится и уже хочется ярких красок конечно после зимы мы очень и очень поэтому соскучились и так вот давайте посмотрим что у нас сейчас здесь находится и в первую очередь хочется мне показать колокольчик карпатский который я выращивала как раз в прошлом сезоне показывала видео о выращивании этого замечательного растения и вот он великолепно на нашей горке себя чувствует замечательно перезимовал и могу смело сказать и честно что никакого укрытия для него не делала очень много растений было высажено на горку и буквально из этого количества два растения не выжила точно сказать причину не могу но вот именно что никакие растения не укрывала и вот так великолепно такими шариками они озеленились и скоро скоро уже будут готовиться к цветению то есть замечательное почвопокрывное растение очень эффектно цветет весь сезон далее конечно вы можете видеть гейхеры которые были высажены в прошлом сезоне также очень хорошо перезимовали если честно побаивалась поскольку вы можете видеть что высажены они у меня не у основания а именно наверху горки то есть такие скажем яркие пятна далее вы можете видеть барвинок но он впрочем конечно такой очень заполоняющий почвопокрывник который может из декоративного растения быстро перейти банально в сорняк но тем не менее пока я его сдерживаю вот так великолепно он себя чувствует цветет такими очень нежными синевато-голубоватыми или может быть лазурными цветами как правильно сказать не знаю то есть именно сквозь камни и вот сейчас пока красок не хватает он очень хорошо смотрится и рядом с ним как-то очень интересно фиалка рогатая здесь получилось ей выжать его так хорошо она цветет сейчас дицентра очень также неплохо разрослась за прошлый сезон здесь была буквально одна маленькая зеленочка и вот так сейчас она хорошо цветет и радует нас своим цветением очень красивое растение мне она нравится тем что цветет буквально все лето естественно если мы получше за ней будем ухаживать то цвести она будет достаточно долго рядом с ней обязательно посажу какое-то притеняющее растение поскольку палящие жаркие лучи не так хорошо сказываются на яркости и сущности красок все-таки она любит больше полутень камнеломка также великолепно смотрится очень она хорошо разрастается и естественно если ему и можно сказать о том что никакого ухода ей не требуется то есть ухаживаем за растениями рядом с ней ей достается вероника колоссовидной которая также была выращена мной из семян и посажена на достаточно таком хорошем возвышении переживала я за нее тоже немного и буквально небольшим слоем компоста я ее укрыла и как вы можете видеть такие замечательные зеленые островки невысокие поскольку света солнечного очень много она великолепно смотрится я очень надеюсь что к началу лета уже мы увидим первое цветение вот рядом со мной буквально под ногами маргаритка который уже давно-давно появилась хоть буквально как только сошел снег мы увидели первые зеленые листочки очень хорошо она здесь себя чувствует но естественно самосевом она распространяется потихонечку у нас скатывается вниз вот если удастся показать то есть все высажено было на горку в прошлом сезоне и вот уже сейчас она буквально у нас под ногами то есть самосевом великолепно распространяется его так хорошо она здесь растет я буду рада если она у нас сквозь камни вместо сорняков будет украшать нашу альпийскую горку рядом прудик то есть великолепно далее вы можете видеть что вот именно деревца которым я сказала вначале шаровидная его уже практически озеленилась и уже какие-то на метке кроны видно я думаю что конечно еще больше будет листвы но в целом она здесь очень хорошо вписалась и думаю что все ее декоративные качества мы увидим далее с другой стороны вы можете посмотреть наш прудик уже во всей красе с фонтанчиком вокруг него ирисы которые также были посажены в прошлом сезоне очень неплохо здесь растут даже у нас болотный ирис но еще пока конечно цвести ему рано а некоторые более ранние сорта бородатые ирисы уже неплохо чувствует себя я надеюсь что в скором времени мы увидим их цветение конечно же чистец мохнат или так называемые овечьи ушки очень декоративный неплохо он смотрится у пруда закрывает скажем так его границы и в целом очень даже хорошо смотрится закрывать то что не нужно видеть глазу далее декоративный злак декоративно злаковое растение райграс который мной посажены в некоторых местах и он конечно тоже очень быстро наращивать зеленую массу и смотрится очень очень неплохо конечно порой тоже с ней бороться сложно потому что заполоняет буквально все пространство но тем не менее взяв лопату в руки можно ограничить его распространение с другой стороны нашей горки вот посмотрите пожалуйста очеток великолепно смотрится зеленый шарик очень эффектные ну а к осени конечно будут очень такие массивные красочные красные соцветия которые буквально до первых заморозков будут радовать нас далее вот посмотрите лопчатка кустик конечно такой не особо еще разросшийся то есть ему буквально вот второй год пошел очень конечно он хорошо цветет очень обильно но пока еще не время буквально только появились первые первые бутончики и соп у меня их несколько видов здесь вот более молодые растения поскольку они были пересажены уже вот перед вами непосредственно это первого года то сейчас ему уже второй год в прошлом году бы это было молодой молодое растение чуть поодаль другого цвета и сок сожалению сорта не знаю только различаю по цвету соцветия разного цвета великолепный медонос очень хорошо смотрится на горке поскольку цветут очень долго буквально на протяжении всего лета и осени до первых заморозков дальше молодила или каменная роза тоже неплохо они здесь растут конечно в прошлом году получилось так что было очень холодно или или дожди несколько растений погибло не успев зацвести очень жалко поскольку хотелось мне увидеть цветение но надеюсь в этом году все же поляночка молодила разрастется и мы увидим обязательно их интересное цветение далее здесь шаловидный флокс который уже цветет вовсю является он первоцветом буквально какой-то обрывочек этого растения я подсаживала в прошлом сезоне вот сейчас вы видите потихонечку потихонечку он наращивает уже объемы цветет и выглядит в целом неплохо конечно же здесь декоративный можжевельник с голубой с голубым цветом хвои надеюсь что здесь он неплохо будет жить и разрастаться будет очень эффектно смотреться на нашей горке ну вот пожалуй все что хотелось показать и рассказать о нашей альпийской горькие конечно если у вас будет такая возможность и желание рекомендую устроить пусть может быть не такую большую а небольшую горочку засадить ее многолетними растениями и радоваться ранней весной с наступлением тепла такой красоте и неописуемого восторгу но на этом пожалуй все желаю вам красивых цветов и до скорых встреч